А теперь вот моя девушка выступает. Как её зовут-то? Вероника Степанова. Это моя мамочка, друзья. Моя девушка. Вот, я обожаю её. Респектуем, респектуем Веронику Степанову. Единственный настоящий психолог Ютуба на самом деле. По сравнению с Петром Звоновым, она доктор наук. Пётр Звонов её просто студент. Такой вот, недоученный вот. Принимай меня таким, какой я есть. Давайте посмотрим, что скажет моя девушка. Принимай меня таким, какой я есть. Так вот, дорогой мой. Принимать тебя таким, какой... Я никогда не просил у неё такого, ни в коем случае. ...это есть. Буду только в тюрьме. Да. Согласен. Согласен абсолютно с Вероникой Степановой. Она правильную вещь говорит. Только в тюрьме. И в этой тюрьме ты очень быстро научишься не быть таким, какой ты есть. Потому что ты будешь вынужден соблюдать внутренние правила... АУЕ. ...и границы. Правда же? Правда. Правда. Соответственно... Соответственно, когда мы встречаемся с девушкой, мы находимся в тюрьме. Согласен. Абсолютно согласен. Вы любы принимать своих вторых половинок такими, какие они есть. Конечно, нет. Вот. И я, и мой мужчина обязательно должны влиять друг на друг. Блин, она говорит то же самое, что и Пётр Звонов. Слушай, я тебя бросаю, Вероника Степанова. Нет, 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 нет. Мне не нравится, что ты говоришь то же самое, что говорит Пётр Звонов. Это нехорошо. Обязательно. И более того, чем больше мы будем плодиться, тем больше мы будем учитывать потребности других людей. Мы расстаёмся только что. Ну, слушай, Вероника, ты, конечно, симпатичная, молодая, не очень молодая женщина. Но, блин, после таких слов я как бы вынужден с тобой расстаться, прости. Которые входят в состав нашей семьи. А если ты хочешь быть таким, какой ты есть, ты можешь ехать куда-нибудь, как Заратустро на какую-нибудь... О-о-о, отсылки на Ниджи. ...бюру сидеть там и медитировать. И быть там такой, какой ты есть. И то очень быстро. Вот я смотрю, у нас в Мексике такие Заратустро тут бродят. Заратустро мексиканские, да. И вот он такой говнистый мужик тут у нас. Мексиканские Заратустро, они такие. Сразу булевает. Двухметровый, он, я не знаю, он, по-моему, он какой-то то ли прибалт. В общем, он с акцентом говорит. Блин, Горилла, зачем ты бросил свою бывшую? Она же клёвая была. Причём внешность такая красивая, прям красавец. Похож на Мелана Гибсона. Высоченный такой вот социопатик. Видно, что сдриснул в Мексику, точно от какой-то сбежал статьи. Замочил там кого-нибудь и сбежал сюда. Тут таких много живёт. И вот он с таким вот ершистым характером. Его одна Турфирмонов знает несколько языков. Он говорит на своём там, на своём языке. Блин, Егор пишет, что у Звонова и Степанова есть схожие темы, и они, похоже, мыслят во многом. Ну, мы вчера смотрели видео Звонова, и он говорил о том же самом, ну и тоже кринжевал. Ну, получается, что? Что это? Они, получается, из одной партии? Может быть, это мать Звонова? И моя девушка бывшая? Одновременно моя бывшая девушка. Сложно. На английском языке говорит, на русском там, с лёгким акцентом. Его берут в Турфирмон. Не, ну если у вас такая тёща будет, друзья, то вам и жена будет уже не очень нужна, на мой взгляд. Работать. Ну не, она симпатичная для своих лет, как бы, по-моему, вполне так себе. И вот его везде гонят, его везде выгоняют, потому что... И говорит то же самое, что и Пётр Звонов. То есть у вас будет девушка, Милфа, с уровнем интеллекта Петра Звонова, по-моему, вполне неплохой выбор, на мой взгляд, честно. Принять его таким, какой он есть, не может. Пётр Звонов в женском обличье приходит к вам? Может, никто. Всё. И вот так интересно, тебя уже судьба побила. Ты весь уже старый, уже там и зубов у тебя нет, от твоей красоты уже ничего не осталось. Успокойся. Адаптируйся под этот мир, да? Ну научись хоть как-то взаимодействовать с людьми. Усмири какую-то свою прыть. Нет. Это такой манипулятор, мы проходим мимо него, и мы уже привет, привет, и быстрее, быстрее пробежать мимо него. Потому что, посмотрите, что он такое проделает. Он говорит, привет, чего, куда собираетесь? Что он делает? Он приглашает нас подойти. Мы подходим, да? Он же задаёт вопрос, он приглашает подойти. И он отводит глаза. Ой, ну ладно, короче, всё понятно. Типа, пошли отсюда. Мы начинаем как бы чувствовать некий диссонанс, двойные послания, да? Противоречивые послания. Противоречивые послания. Ну, подойди и отойди. Что, типа, я у вас особо и не нуждаюсь? Это вызывает какой-то... Какой-то конфлик. Спасибо, вопрос не к месту. Немного практики, немного практики. Понятно, что это за практика. Вау. Хорошо. Будет практика. И ты стоишь в этом состоянии странном, в этом замешательстве. И не можешь понять, что тебе делать дальше. Ничего. И потом он начинает, что там как-то... То есть это его способ общаться с людьми, да? Вот этими двойными надрывными посланиями какими-то. Подойди сюда, нет, ты мне не нужен. Подойди сюда, нет, уходи. Это просто феноменально. Почему я сейчас его вспомнила? Ну вот я вспомнила, что человека бьёт судьба, бьёт... Не судьба даже, а вот его вот это дебильное поведение, оно его бьёт, 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 бьёт. Оно приводит его уже в могилу или в тюрьму, а он всё равно не делает никаких выводов. Так вот, если вы чувствуете... Я не знаю, ей, наверное, сорокет есть, как бы, друзья. Наверное, сороке есть. Что у вас всё окей, что всё в порядке. Но держится она хорошо. Тогда всё в порядке. Но если вы чувствуете, что вам уже 50 лет... Просто я чувствую, что ей сорокет. У меня прям чутьё на сорокеты, я вот прям ощущаю в ней 40 лет. Вы живёте с мамой, от вас сбежали все... У неё ещё вот это вот постоянно вы живёте с мамой, это такая вот тётская такая херня, вот просто вот такие штуки, говорят, обычно очень толстые бабищи такие вот. Ей 38, ну вот где-то угадал сорокет, видите, тантал. У меня чутьё на тётик под 40. Все друзья, вам не найти работу, вам не найти любимую женщину. О, видите, Егор Казаков пишет, что про психосоматику у Звоновой и Степановой они одинаково говорят. Ох, вот оно. Наверное, пора задуматься, что не готовы люди-то меня принимать уж таким какой... Может быть, это Пётр Звонов надевает парик... И вещает. Я есть, да, с моими какими-то вакидонами, с моими какими-то особыми желаниями, устремлениями, с особой смелостью, какой-то решимостью, наглостью, нахрапистостью, может быть, я не знаю, там, жадностью и так далее, да? Ну, у обоих большая проблема заключается в том, что они решили сразу же апеллировать к крайним примерам. Пётр Звонов в качестве основного героя своего видео взял какого-то задрота с двачей, такого рандомного, который там ищет отношения, чтобы только заняться сексом там, и поэтому у него ничего в жизни не складывается, у него отношения не складываются, он такой плохой, а она здесь взяла вообще какого-то странного деда. Совершенно непонятного. Тоже абсолютную крайность взяла, ну, круто. Могли бы с тем же успехом, типа, сказать, я чикатило, да, я не хочу меняться, прими меня такой, какой я есть, ну, охерена. Тоже крайние примеры, это очень действенный способ аргументации, все, наверное, никто не поймёт, наверное. Мы животные, мы вынуждены жить по определённым правилам, правильно, которые мы установили для того, чтобы выжить. Вот и всё, всё просто. Соответственно, я делаю что-то для тебя, а ты что-то для меня, и ты не должен принимать меня такой, какая я есть, и я не должна принимать все целы тебя такой, какой ты и есть, да? Соответственно, вот, например, мне хочется спать, но я не хочу вставать всё утро и готовить тебе завтрак. Но я прекрасно понимаю. Она не хочет готовить мне завтрак. Вот это я понимаю. Сейчас, друзья, я лекарство приму, у меня астма разгорается по какой-то причине, и я сейчас должен принять лекарство. Сейчас кашель отойдёт и будет хорошо. Чё-то он решил прийти. Я понимаю, что мне надо встать для тебя в 7 утра, сделать тебе завтрак. Да, взяла, встала и сделала. Раз-два, раз-два, как бы. Хлоп-хлоп-хлоп, побежала. Или встретить тебя сработает. Да, да, надо. Там, поцеловать щёчку. А мне не хочется. Щёчку можно не целовать, завтрак, норм. Мне не хочется домой к 7 вечера приходить. Мне что-то не хочется, да. То же самое, например, может делать мой мужчина. Да он не хочет мне дарить эти цветы какие-то. Сколько времени могу пронять без лекарства? На самом деле, неделю почти без лекарства было. Сейчас просто кашель подкрадывается. Хочет он мне на руках меня кружить, носить и так далее. Да не хочет он мне этот массаж делать. Понимаете? И если мы будем говорить друг другу, принимай меня таким, как... Горилла, я с вами согласен, по большей части. Ой, я есть, вот я это хочу или я это не... Многие, многие, со словом многие, да, не все, но многие согласны. Не хочу, но тогда проще развестись тогда. То есть это будут конфликты. Поэтому мы для... А почему бы тебе, Степанова, например, не измениться? Вот, смотрите, друзья. Привет, Алвинкс. Ну вот, ты говоришь, я не хочу готовить тебе завтрак. Ты говоришь, что я должен измениться и не требовать. И не требовать от тебя, чтобы, в общем, ты готовила мне завтрак. Мы в отношениях состоим с такой прекрасной девушкой, например. И она мне говорит, я не хочу готовить завтрак. И тут вопрос, я должен меняться или она должна меняться? Кто из нас должен измениться в данном вопросе? У меня вопрос. Она должна начать готовить завтраки по утрам, там встречать. Или я должен готовить завтраки по утрам, себя сам встречать и так далее, и так далее. Кто должен измениться? Кто из нас должен измениться? Почему Степанова предлагает такой метод, когда, ну, по сути, кто-то может не меняться в данном случае? примеры странные страны соседствовать сосуществовать жить дружно мы вынуждены друг под друга подстраиваться а еще можно просто силой управлять как бы напоминаю тезис фросимаха справедливость это право себя и как я уже говорила чем большему а но она говорит что они оба меняются она ее муж она типа не хочет вставать по утрам но нужно и она это по понятно она встает по утрам значит а почему муж тогда не меняется тантал здесь парадоксальная ситуация просто парадоксальная ситуация на мой взгляд я на это обратил внимание что ситуация в корне является парадоксальной размножаемся тем чаще мне приходится наступать себе на горло и делать то чего не хочу я не хочу возить ребенка к примеру на какие-то кружки или там не хочу делать дюре я это не хочу это не но я тела и потому что там в ответ что ты делал для меня а можно ничего не делать друг для друга и сосуществовать и таким образом мы сосуществуем живем как семья семь человек я наш 7 человек я что-то перебор на мой взгляд 7 я у меня 8 я кстати только без семьи господи как я устала мне мало этого кондиционера на 2 включить но согласно мне кажется это очевидная такая история почему вот это все пишет вы должны надо менять людей не столько дебильных статей все но на самом деле проблема заключается в том что люди автоматически меняются ну сюрприз как бы люди часто автоматически меняются если они хотят меняться ну бывает расстаются ok иногда люди видят смысл меняться больше чем их партнер иногда не видят смысла меняться больше чем их партнеры и так далее так далее так далее все же по-моему здесь нормально то есть тот совет который она дает он не может быть применен универсально для всех людей которые смотрят это видео все таких вот этих психологи психология ческих не надо менять людей конечно надо я сегодня нет смысле надо не надо люди просто меняются со временем все как бы не другой человек когда первый раз встретилась своим мужем не было 15 лет я была другой 15 лет человек он очень сильно влиял и менял меня я очень сильно так он еще и старше был влияло на него и менял его сейчас но мы очень комфортно и удобно вместе только потому что мы очень много влияли друг на друга мы очень изменились под влиянием друг друга а если бы мы этого не делали мы дрались бы с ним мы с ним и дрались и дрались и дрались и дрались конфликты за конфликтами конфликты за конфликтами потому что ну ну а как но тот факт что вы меняетесь не значит что всем надо меняться в одинаковой степени что нужно в отношениях стремиться к изменениям особенно если эти изменения ну у одного человека например являются полезными изменениями ну вот например смотрите вот у нас сидит вероника степанова и вдруг муж ей говорит мне не нравится что в общем то ты стримишь на большую аудиторию такая красивая и мне в общем не хочется что делиться твоей красотой со всеми и такая вероника степанова но если я хочу уживаться со своим мужем наверное как то надо это перестать стримить может быть или не надо перестать стримить но я не знаю вот например вот например тут всякие изменения могут быть я бы принимала его таким какой он есть он бы принимал меня таким какой какая я даже не может быть может быть даже не дрались если бы мы принимали дисплеер не удушение не нравится в целом Кстати, судя по тому, что у меня астма, мне, наверное, удушение один из самых таких болезненных приемов против меня. Друга, какими мы есть, чтобы это было? Вот, я принимаю его, каким он есть, он меня, какая я есть, и что? И все нормально. Это очень трудно представить, как эти два человека могут вообще создать что-то общее. А если люди, в принципе, похожи и хорошо уживаются, в принципе, нормально может сложиться у них все. И они не будут сильно друг друга менять. Все равно будут, и будут меняться автоматически. Просто вот если отношения более-менее хорошие, у вас какие-то похожие привычки интересные, то вполне нормально. Все может сложиться. Я не знаю, зачем распространять правила обязательных изменений друг на друга. Мы друг друга таким, каким мы есть. Ну, принимайте. Это утопия. Это невозможно. Это невозможно. А может быть, это, знаете что? Вот есть люди, которые себя обманывают просто. Они говорят, вот я принимаю себя такой, я принимаю своего мужчину таким, какой он есть, он принимает меня такой, какая я есть. Все хорошо. Они себя обманывают. Они себя обманывают. Все равно они научаются договариваться, научаются меняться. И они... Ну, люди меняются. В чем проблема-то? Ну, то есть, как совет еще стремиться больше к изменениям, поможет в отношениях? Ну, некоторым, может, реально поможет. Ну, вот опять же, были взятые в качестве примера, ну, конченые мудаки, которые не могут уживаться с другими людьми. Вообще, в принципе. Вообще, в принципе, не могут уживаться с другими людьми. Настолько радикальные мудаки, что у Звонова радикальный мудак был взят в качестве примера. Что у Степановой был взят в качестве примера радикальный мудак. А что можно посоветовать нормальному человеку, который не является радикальным мудаком, который умеет общаться с другими людьми вообще, в принципе? Тоже меняться? Так же, как и радикальным мудакам? Интересно. А что, если он встречается с радикальной мудачкой? И эта радикальная мудачка требует от него все больших и больших изменений. Ему постоянно меняться придется ради этой херни? Ну, например, по-моему, не круто. Не круто. Они каким-то образом мутируются, видоизменяются. Этот процесс, он неизбежен и он нужен. Ну, блин, с изменениями все понятно. Изменения присутствуют в жизни просто. Они просто есть. Спасибо, Ао. Спасибо. Движемся к успеху. Тук-тук-тук. Опа, полностью 28. Васила хуевает с Вероникой Степановой. Спасибо, да, мы это тоже посмотрим. Я помню, как Васила... Я немножко посматривал это видео. Согласна со мной. Да, сказка о старике и рыбке, например. Ну, вот старик, можно сказать, менялся. А вот он, он как раз вот тряпкой был, тряпкой. Он изменялся, он стремился к изменениям. Нет, чтобы сказать, бам, ударить там по корыту и сказать, нет, бабка, иди-ка ты нахер. Как оцениваешь Мираба в Мамардашвиле как философа? Ну, это интересный персонаж в русской философии, как минимум интересный. Но как конкретно создателя каких-нибудь философских систем, оригинального мыслителя, я его не оцениваю. Как и большинство русских мыслителей, к сожалению. Ну, то есть, он хорош, он интересен, но как скорее такой, не знаю, мыслитель по некоторым частным вопросам. У него есть хорошие находки по разным частным вопросам, но вот целостного учения я у него не замечал. Ау Винкс пишет, старик наоборот не менялся, вроде он был тряпкой. Это подкаблучник, это каблук. Она хочет, чтобы люди взаимно были каблуками друг по отношению друг к другу. Да, у меня сегодня хороший приличный стрим по донатам выходит, меня это тоже радует. Ну, пока что еще не то, чтобы очень прилично. Ну, уже вполне нормально. Еще пару хороших донатов за 200-300 рублей я буду вообще очень рад, честно говоря. Не, Мираб Мамардашвили, он вообще много русских философов, они, наверное, даже не стремились к сверх такой, вот знаете, системности, гениальности, уникальности, не стремились даже создавать системы. Это, видимо, связано с историей России, как ни странно. Но вот история России, в России просто вот и философия, и искусство появились значительно позже, чем в Европе, и не было той же самой череды развития. И поэтому русские приняли как философию, так и литературу, ну вот просто с запада. И у Мираб Мамардашвили, он, Мамардашвили, он, в принципе, продолжатель такой вот интересной, вот, такого интересного течения мыслителей. Ах, я сняла 4 видео сегодня, это мой рекорд, это мой рекорд. Все, дорогие мои, я... Какая она симпотная все-таки для 40-летней бабы. Целую, обнимаю. Шутка, да, блин, это очень сексистски звучит, на самом деле я не сексист, я, в принципе, это, я просто сейчас, просто сейчас мускулинность проявляю. Я не прав, я не прав, конечно. Ну, она очень, она очень неплохая, конечно, она очень хороша, очень хороша. Хотя, наверное, знаете, ей бы понравилось Веронике Степановой, если бы я сказал, что она, ну, очень хороша. Подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал. Прям просто замечательная. На мой Instagram ссылка, все ссылки в описании. Заходите на мой очень красивый мега-супер сайт. Вероника Степанова.com Всех вас я жду на своих консультациях по скайпу. Надо как боярша на Фероника Степанова в конце видео, в общем, знаете, что говорить? Я такая умная, в общем, да, но с деньгами мне не повезло. Если у вас есть деньги, друзья, обязательно донатьте мне. Кстати, да, не забывайте мне тоже донатить, я тоже, типа, умный и тоже, типа, бедный. И на панчина за донати тоже с удовольствием. Не, Александр по всем, понимаете, Никита Германов. Александр просто по всем как-то. Александру плевать.